Привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим самые жестокие компьютерные игры. Давайте поставим лайк и перейдем непосредственно к теме видео. Doom Eternal – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Вы возьмете на себя роль палача Рока, древнего воина-демона. Эта игра разделена на отдельные уровни, где вы найдете научно-фантастические и фэнтезийные темы. Помимо обычной механики перемещения по уровням, персонаж способен карабкаться по отдельным стенам, делать уклонения и притягивать врагов с помощью большого захватного крюка. В этой игре есть много оружия, а также боеприпасов. Персонаж имеет запас брони и здоровья, который, конечно же, уменьшается по мере получения урона. Здоровье и броня здесь собираются на разных уровнях, а также могут быть получены от врагов, которых вы уничтожаете. Здесь также присутствует механика невероятно зрелищных возмездий против различных демонических врагов. Стоит отметить, что враги обладают атаками как ближнего, так и дальнего боя, и будут наносить главному герою большущий урон. У демонов разное количество жизни, и они могут уворачиваться от ваших атак, подниматься на разную высоту, проходить через препятствия и даже летать. Все это делает сражения более зрелищными и напряженными. Dark Souls 3. Хардкорный ролевой экшен от третьего лица. Его сюжет происходит в мрачном, умирающем фэнтезийном мире, навеянном средними веками. Игроков ждет мрачный сюжет, который подается в максимально навязчивой форме. В игре нет роликов и каких-то слишком разговорчивых персонажей, а кусочки истории подают иным образом, через окружающий мир. История лишь часть игры, а основная особенность ее заключается в сложном игровом процессе. В самом начале нужно выбрать один из нескольких классов, которые разнятся по многим характеристикам и оружию. От этого зависит сам стиль игры и того, как будет вестись бой. Игровой мир состоит из ряда локаций, по которым нужно следовать вперед с возможностью исследования территории вокруг. Мир частично открыт, есть возможность сохраняться на кострах, а также искать секреты и интересные места. Кругом можно встретить множество врагов, в лице разнообразных монстров и нежити. С ними можно расправляться с помощью холодного оружия и магии, а также луков и другого дальнобойного оружия. Основной акцент и главная сложность в сражениях с боссами. Их большое множество и все имеют свою тактику, а также могут ее произвольно менять в любые моменты боя. Resident Evil 7 Biohazard. Это знаменитая игра в легендарном жанре ужасов. Как и прежде, действие разворачиваются в мире, населенном зомби. Корпорация Umbrella продолжает сеять хаос и разрушение, и она стала причиной конца человеческой цивилизации. Лишь небольшой группе людей удается оказать запротивление захватчикам, но силы не равны. И шансы переломить ситуацию становится все меньше и меньше. Вы будете играть за Итана Уитнерса, главного героя, который потерял свою жену. Расследование приводит его к старому зданию, расположенному далеко от разрушенного города. Внутри дома Итан сталкивается с рядом ловушек. Здесь также предстоит исследовать особняк и решать головоломки. В то же время вы должны стрелять в зомби, которые представляют смертельную угрозу. Но количество боеприпасов ограничено, и если они закончатся, вам придется полагаться на холодное оружие. Вы также можете использовать скрытность, чтобы избежать прямых столкновений с монстрами. Погрузитесь в зловещую атмосферу ужаса и испытайте не новую часть культовой серии Resident Evil. Outlast 2. Это сиквел психологического ужастика с еще более захватывающими приключениями. Вам снова достанется роль журналиста, который вместе со своей женой отправляется на место преступления, чтобы создать очередную сенсационную историю. Вам предстоит расследовать убийство беременной женщины, и след преступника приведет вас в глубинку Аризоны. Вот где кроется большая загадка, но это будет нелегко. Вас ждет жестокий и жуткий мир, в котором царит лишь мрачный тон. Уникальная атмосфера игры погрузит вас в действие, сохраняя при этом высокий уровень напряженности. Вам придется внимательно следить, чтобы не упустить даже самую маленькую важную деталь. Именно такие мелочи приведут вас к человеку, ответственному за смерть этой несчастной женщины. Путешествие в сердце этой адской среды чревато множеством опасностей, а ваш герой будет неоднократно погибать, что заставит вас тщательнее обновлять каждый следующий шаг. The Evil Within 2 немного усовершенствовала во всех смыслах часть популярной игры, которая захватывает дух и погружает в потрясающий темный мир безумия и страха. На этот раз ты столкнешься с совершенно новыми событиями, которые подстолкнут главного героя Себастьяна на совершение безумных поступков. Ты отправишься вместе с Себастьяном на спасение дочки, которую похитили чужие люди. До определенного времени ты думал, что твоя дочь погибла при пожаре, но затем тебе откроются самые жуткие тайны, связанные также и с твоей супругой. Ты отправишься в город Уиннион, который просто оснащен жуткими созданиями, где тебе необходимо исправить все ошибки и спасти дочь Лили. Ты можешь скрываться и прятаться от монстров, либо вступить на трапу войну и уничтожить всех до единого. Пройдя определенные препятствия, в конечном итоге ты будешь сталкиваться с безжалостными и очень сильными боссами, которые всячески будут пытаться тебя остановить и лишить жизни, а тебе в свою очередь нужно не потерять рассудок и запастись мощным оружием. Также не забывай прокачивать свои навыки, которые затем тебе очень сильно пригодятся. Mortal Kombat 11 – это файтинг, в котором представлены персонажи, каждый из которых обладает уникальным стилем боя и специальными приемами. Действие происходит в вымышленном мире, где силы добра и зла находятся в вечной борьбе. Геймплей вращается вокруг использования различных приемов, включая удары, пинки и специальные атаки, чтобы победить своего соперника. В центре сюжета – возвращение злодейского колдуна Шаукана, который стремится поработить все королевство. Главный герой, Рейден, должен собрать команду воинов, чтобы остановить Шаукана и его приспешников. По пути игроки встретят самых разных персонажей, включая ветеранов, таких как Скорпион и Субзира, а также новых героев, такие как Герас и Коллектор. В Mortal Kombat 11 представлено несколько различных форматов, включая традиционный аркадный режим, в котором игрокам предстоит сразиться с рядом противников, чтобы добраться до финального босса. И сюжетный режим, в котором геймеры познакомятся с сюжетом через серию сцен и сражений. Кроме того, тут есть режим крипта, в котором геймеры могут разблокировать различные игровые предметы, потратив внутриигровую валюту. Также здесь представлены различные виды оружия, включая мечи, молоты и копья, а также специальные предметы, такие как песочные часы времени и амулет дракона. С точки зрения механики, игра имеет глубокую боевую систему, позволяющую игрокам выполнить разнообразные приемы и комбо. Far Cry 5. Новые фантастические приключения, которые отнесли себя к жанру РПГ, где ты окунешься в середу динамично развивающихся событий. Отправляйся в полностью открытый для достижений и исследований мир, где всех врагов и все трудности ты сможешь одолеть в компании своих друзей. Ты сыграешь роль главного помощника шерифа, который отправляется на сражения с огромной и уже могущественной армией, куда входят представители религиозной секты. Самозванный пророк хочет поработить, а то и вовсе уничтожить мир и всех его жителей, чего тебе ни в коем случае нельзя допустить. Для того, чтобы достичь поставленной цели, в твоем арсенале имеется масса мощнейшего оружия, которое ты будешь применять против нападающих сил зла. Сюжет в данной части серии довольно неординарен и имеет массу неожиданностей и впечатляющих моментов. Кроме того, тебя точно сможет порадовать продуманная графика и динамичный геймплей. Для геймеров также были выделены дополнительные возможности и масса улучшений во всех аспектах. Hitman 3. Здесь вам предстоит сыграть за культового убийцу Агента 47, который отправляется в глобальное приключение, чтобы уничтожить секретную организацию, известную как «Партнеры». Геймплей представляет собой смесь стелса, экшена и стратегии. Геймеры должны использовать свою смекалку и хитрость, чтобы проникнуть в различные места, уничтожить цели и скрыться незамеченными. Представлен широкий выбор оружия и приспособлений, от пистолетов с глушителей до метательных ножей, а также разнообразная маскировка, позволяющая игрокам смешиваться с толпой и избежать обнаружения. Действие происходит в самых разных местах по всему миру, включая небоскреб в Дубае, виноградник в Аргентине и показ мод в Берлине. Сюжет вращается вокруг погони Агента 47 за партнерами, теневой организацией, контролирующей мировую элиту. По мере прохождения игры, игроки узнают правду о партнерах и о том, какую роль они сыграли в прошлом Агента 47. Здесь также представлен игровой режим контракты, позволяющий игрокам создавать собственные миссии по убийству, а затем делиться ими с другими игроками. Dead by Daylight. Игра, рассчитанная на прохождение в режиме мультиплеера, где пять разных игроков случайным образом попадают на ту или иную локацию, где им и предстоит находить всевозможные способы, чтобы сохранить себе жизнь. Вы можете побывать в самых разных местах, так как они генерируются случайным образом. Будь то больница, небольшая по площади деревня, либо большое многоэтажное здание. Один из пяти игроков становится на сторону зла, где перевоплодится в жестокого и беспощадного маньяка, который будет вести охоту за остальными четырьмя жертвами. Оставшиеся игроки становятся обычными героями, которые должны найти любой доступный способ спасения. Кому выпала участь злодея, будет играть с видом от первого лица. Жертвы же играют от третьего лица. Это позволит им лучше скрываться, выглядывать из-за угла, контролируя всю ситуацию. Повсюду будут разбросаны некие генераторы, которые жертвы должны отыскать, а затем включить. Это сможет привести их к долгожданному спасению. Игра действительно пугает и оставляет после себя такой же пугающий след. Dark Souls Remastered Это воплощение классической фэнтезийной ролевой игры, действие которой разворачивается в вымышленном королевстве Лордерон, которое находится под действием древнего проклятия. Не так давно это был процветающий край, но теперь город населен неожитью, представляющую смертельную угрозу для крестьян. Вы играете за нежить, сражающийся на стороне смертных. В неравной борьбе, силами зла, игрок пытается разжечь пламя прошлого и восстановить священный порядок Лордерона. Игра стала хитом и получила положительные отзывы в прессе. С тех пор студия FromSoftware выпустила два не менее популярных продолжения. Теперь, спустя почти 10 лет после премьеры, разработчики предлагают пересмотреть оригинал с новой IG-графикой и частотой 60 кадров в секунду. Мрачная вселенная Dark Souls получила подробную реконструкцию без каких-либо изменений сюжетной линии. Помимо однопользовательской кампании, вас ждет новый сетевой режим для таких любителей фантастики, как мы все вместе. Режим поддерживает до 6 игроков и выделенные сервера. Это был мой топ-10 жестоких игр на ПК. В какие из этих игр вы играли и какие вам больше всего запомнились? Пишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч в видео!